Здравствуйте! Давно не было видео. Вы думаете, аквариум мой зарос, пока я на работе и ничего не снимаю, но это не так. Хотела бы сказать, что в инстаграме по ссылке в описании события более приближены к реальному времени, но там тоже мало обновлений в последнее время. Постоянно занята, постоянно на работе. Честно, нет времени на видео. Зарабатываю на новый полетариум от идеи. В этом видео я хотела бы рассказать что-то вроде отзыва на Продибио, как бы мой опыт использования. На данном видео аквариуму 3 месяца. Коротенько пробегусь, кто не смотрел более ранние выпуски. Это аквариум на 80 литров. Из оборудования у нас Свет Чехирос и Ада Акваскай. Белый светодиодный. СО2 из баллона подается. И вода чистый осмос. На запуске использовались продукты Продибио. Это СОИЛ, бактерии и, соответственно, сейчас удобрения. Значит, сейчас световой день в аквариуме 8,5 часов. СО2 включается за несколько часов до включения света и выключается после выключения света. Тоже, наверное, пару часов еще идет. Сделано это для того, чтобы не было сильного перепада pH в аквариуме. А по дозировкам удобрений. Сейчас наливается микро 3 мл и макро 4 мл. Ежедневно до включения света. Использую только Продибио, соответственно. Это Биоверт Плюс и Биоверт Ультимейт. Конечно, по дозировкам, возможно, небольшая корректировка. Есть немного нечатки, поэтому, возможно, я бы еще снизила, наверное, удобрений немножко. Но, в общем, посмотрю по ходу дела. Насчет внесения удобрений от Продибио хочу сказать, что нужно начинать с самой маленькой дозы, которая рекомендована. То есть там раз в неделю. Можно разделить ее на несколько внесений, если она там действительно маленькая. Или если уже в зависимости от вашего объема аквариума, от количества растений вы будете добавлять больше. Я считаю, что добавлять ежедневно удобрения более эффективно, потому что тогда концентрация удобрений более постоянная. И растениям легче потреблять, водорослям сложнее расти. Короче, за все хорошее, против все плохого. Из добавок еще есть бактерии Продибио, но, если честно, я что-то уже давно не добавляла. Надо добавить. Что могу сказать по поводу аквариума? Я довольна, как все выглядит. Все, правда, супер. Не хуже, чем на EDA. Да, я сравниваю с EDA, потому что, во-первых, нужно сравнивать с лучшими, а во-вторых, у меня было несколько аквариумов на их продуктах, поэтому имею какой-то более-менее опыт. Так что Продибио я могу смело порекомендовать кому-то ни было. На мой взгляд, все очень здорово, оптимально по цене, по качеству. Пользоваться этим всем одно удовольствие. Вот эти ампулы до сих пор меня привергают в какой-то приступ умиления. Значит, насчет сойла. Сойла, на мой взгляд, не такой питательный, как Амазония. В Амазонии поначалу все растет пожирнее, как будто бы, но зато не нужно делать частые подмены в начале, после запуска аквариума, а потом все выравнивается с добавлением жидких удобрений. Из жидких удобрений мне иногда хочется потрить калий или железо, но насколько это нужно в данном аквариуме, это спорный вариант. А да, иногда там желтеют листики у стаурагина, или мне кажется, что погостемон какой-то такой, знаете, хиленький. Пытаюсь скорректировать все, что только изменяя плюс-минус микро-макро. Вообще, как показала практика, можно добавлять всего эти два удобрения, и аквариум действительно выглядит классно. Аквариум выглядит прям как настоящий эскейп, я скажу, ну, может, я, конечно, хвастаюсь, но, по-моему, классно. Вот в следующем видео я сниму его, в общем, я уже сняла следующее видео, посмотрите, он реально классный. А насчет бактерий, вероятно, они работают, да, оценить мы можем результат в целом, все, там, перерабатывают, все, все. Я не знаю, что говорить про бактерии, ребят, серьезно, извините. Давайте перейдем к следующему пункту. Следующий пункт у нас в общей системе они сыграли роль, и поэтому аквариум выглядит так, как выглядит. Единственное, что вот в BioKit Fresh можно купить отдельно просто BioDigest и BioTrace. А вот третья ампула, там, BioVert, это просто удобрение, которое, собственно, я и подаю отдельно из дозатора ежедневно. Также у ProDebio есть средства от водорослей, AlkOut, но я им не пользовалась. Наверное, это больше для аквариумов с рыбой. Там, где есть избыток фосфатов, потому что это средство связывает фосфаты в воде для предотвращения образования водорослей. Короче, не знаю, что еще сказать. ProDebio это тема. Надо использовать ProDebio. Вот. И я сама буду продолжать пользоваться этими удобрениями. Мне действительно понравилось. Вот такие дела. Я надеюсь, что мой аквариум станет для кого-то вдохновением, и вы будете тоже создавать дома у себя красивые природные аквариумы. Тем более, это не так уж и сложно. А, и вот еще, кстати, последнее. Мох. Я не знаю, что это за мох. И когда я его брала, мне сказали, что это вроде Крисмас, но оказалось, что это не Крисмас. Я думала, что это перемешку, Крисмас, Иванский, еще какой-то. Но в итоге я все-таки пришла к мнению, что это мох-анчер. Вот. Потому что он вроде ветвится, но не растет такими красивыми елочками, как Крисмас. Он такой более... У него длинные кончики. Так что я думаю, это анчер. Но если здесь есть какой-то специалист по мхам, я готова прислать фото и фото на идентификацию. Ну все, пока. И еще кое-что. Вот когда монтирую, мне надо обязательно дозаписать кучу всякой мелочи. А еще вот, смотрите, какие у меня водоросли были. Если честно, я первый раз в жизни увидела такие водоросли. У меня было много всяких аквариумов на разных удобрениях. Но такой водоросли у меня еще никогда не появлялась. Вот. Очень красивая, прям крутая. Она была на запуске. Прям было много ее. Но потом она сама исчезла. Вот так вот. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok